Этот участок трассы Омск-Муромцево-Сидельниково не ремонтировали больше 30 лет. Состояние дороги было критичным на протяжении 12 километров. Не было ни одного ровного участка, а вместо асфальта множество ям. Чтобы проехать здесь без вреда для автомобиля требовался почти час. Жалобы от водителей регулярно поступали в Министерство строительства. В этом году трассу включили в список тех, что вошли в проект безопасной и качественной дороги. На ремонт выделили 119 миллионов рублей. Здесь была применена новая технология, то есть ресайктер был проведен на самом начале участка, там 2 километра. Мы убрали, укрепили основание, то есть положили также слой асфальта, выравнивший слой, и положили от типа А на ПБВ, то есть экспериментный асфальт. Посмотрим, как он себя в Сибири поведет. Также была произведена фрезеровка, сняли покрытие, положили два слоя асфальта, сделали две новых остановки. Для безопасности дорожного движения нанесли разметку из термопластика, она более долговечная, ее лучше видно ночью. Установили светофоры на остановке и укрепили обочины, чтобы в случае вынужденной остановки водители могли припарковаться. Ремонтировали дорогу 3 месяца и сейчас все готово к приемке. Работы выполнены качественно, данные работы все проверялись как строительным контролем, так же и лабораторией представителя заказчика, так же и подрядной организации. Приемка назначена на пятницу, так же мы вызвали представителей СФКУ Сибуправтадор для совместной приемки. В пятницу будет осуществляться приемка данного объекта. Остались только штрихи, то есть объект готовится к сдаче. Всего в этом году на программу «Безопасные и качественные дороги» из федерального и областного бюджетов выделили больше 2 миллиардов рублей. Полностью отремонтируют 48 дорог протяженностью 156 километров, а еще на 44-х нанесут разметку и установят светофоры и дорожные знаки. На 26 участках работы уже закончились, остальные будут завершены в октябре. Уже начали составлять список всех объектов, которые будут ремонтировать по программе «Безопасные и качественные дороги» в ближайшие три года. Какие трассы войдут в этот перечень, будет известно на следующей неделе.